на ремонте вот такой блендер промотек модель pm 590 простая диагноз не реагирует как мне кажется тут что-то должно срабатывать кнопка ну есть еще вариант кабель поэтому чтобы определиться нужно скрыть откручиваем 4 винта этого должно хватить сейчас посмотрим и вот как-то не хватает этого для откручивания тут общее кольцо такое скорее всего надо кольцо снять вот таким образом и это кольцо тоже снять и тогда появится возможность здесь фиксаторы снимаем и тогда появится возможность открыть смотрим доходит ли сюда питание до кнопки и после кнопки значит чтобы кнопку вскрыть нужно открутить вот этот еще винт и посмотрим что у нас с кнопкой тут не кнопка тут просто такой рычаг смотрите тут даже кнопки нет вот такой вот лепесток который прижимает вот эта штука прижимает лепесток как вариант она могла поплавиться сейчас мы попробуем прижать чем-то изолирующим замкнуть и все работает смотрите суть суть поломки смотрите вот эта кнопка которая вот тут внутри вот она вылазит туда-сюда она должна замкнуть этот контакт чтобы он замкнулся с вот душка с этим перегрелась а поплавилась и не хватает ее теперь если я вот вручную замыкаю все работает ну вот и вся поломка ремонт будет ремонт будет состоять в том что я сейчас например здесь просверлю отверстие вкручу сюда винтик чтобы он соответственно удлиниться обыкновенный винтик вот такой потоньше чтобы не ослабить конструкцию и он будет нажимать на контакт ну и контакт нужно зачистить чтобы он там не грелся и в этом будет состоять весь ремонт ремонт практически произведем вот такая ситуация немного странная странным я имею ввиду странный очень дешевый выключатель даже не выключатель просто поставили пластинку ну вот как видите легко можно отремонтировать инструмент ну а как я покажу как я и говорил ремонт будет состоять в том чтобы закрутить винтики нашел из нержавейки вот магнит он не не прилипает к магниту сильный магнит к магниту не прилипает значит речь идет о нержавейке нержавейка плохо передает тепло поэтому даже если он тут контакт будет нагреваться потому что он будет прислоняться к медному контакту то не будет нагреваться именно пластинка она расплавилась для того чтобы прикрутить я еще дополнительно зафиксирую чтоб не откручивалась капельку клея туда капну на всякий случай чтобы со временем не раскручивался винт и назад не раскручивался собственно это и все ну и сейчас посмотрим и посмотрим чем это все закончится как он будет работать тут нужно будет отрегулировать нажатие потому что желательно бы как можно глубже закрутить почему потому что нагрузка здесь плата когда ее нажимаешь плата ничем не фиксируется может сильно нажимать и вырывать плату она здесь не так сделано что подпора под плату с этой стороны нет а должна быть какая-то подпорка по моему или может быть она вот здесь так заходит и сюда упирается как такого подпора нет поэтому не желательно чтобы как можно глубже винтик закручивался закручиваем и в общем то это и есть ремонт странный так и в общем то я так видео и называю странный ремонт странный миксер вот так все теперь назад закручиваю сейчас поставлю закручу назад и посмотрю как будет работать сейчас все вам покажу ну и конечно нужно не забыть зачистить контакты чтобы они хорошо контактировали от этого будет зависеть будет ли сильно греться контакт итак я закрутил обратите внимание что нужно еще провода сюда заправить чтобы они тут при закручивании никуда не попадали и не мешали устанавливать корпус вот здесь есть такой подворот для проводов ну и вот так он работает все в порядке инструмент хозяйки дома был отремонтирован как видите это не сложно повторяйте самостоятельно самостоятельно это сделать абсолютно возможно конечно если вы отдадите специалиста он тоже сделает ну вот как я например я это делаю по заказу клиента это будет стоить денег но вы самостоятельно тоже сможете это сделать сейчас закручиваю ставлю эти кольца на место ставятся они не сложно поэтому повторяйте увидимся на канале всего доброго до новых встреч